Всем привет ребята и вы находитесь на канале муравьи на канал и как ни странно но мои матки руфи барбисов коконы вы сейчас видите что там странное да ребята вы не ошибаетесь это коконы и это просто жесть я только что пони насколько они быстро развиваются я думаю надо подкидывать коконы вкусов форме вся их нет ребята просто смотрите поймал матку подкину коконы фуски она просто их выбросила даже ими не пользовалась я их тогда кино обратно фуски а фуска их сожрала конечно же может она голодная была а моя руфа как раз таки она без сам без всяких рабочих посадных жила жила очень быстро развитие у этих муравьев очень быстрое развитие у матки уже через неделю личинки а потом уже через неделю или две сразу же коконы ребят это насколько же быстрое развитие да мне тоже этот андач не говорю то что они очень быстро развиваются и это было правдой матка очень хорошо развивается ребята можно уже смело сказать то что колония успешно поднята с нуля я вообще шокировал я не думаю то что меня в этом году вообще в лесные мурави мне кстати форме каруфа вся погибла я очень был не рад все отпуск конечно же все испортил но все равно но все-таки зато руфи барби сумму тоже подняли матка сейчас хорошо поживает у нее сейчас мог атак пора вам рассказать что вообще про и что это вообще завид и так ну содержание недостаточно легко другое название красной щеки муравей красной щеки муравей мир ну я думаю некоторые мермики признают вид а я его узнал там год назад по моему я даже этот эту матку же ловил год назад но отпускал тому же думал то рабочие понимаете я раньше был новичку рабочий 5 7 миллиметров да как там маленький но я уверен то что они очень красиво и так матка 11 миллиметров да это тоже хорошо я у своему посчитал то по моему там еще был один миллиметр но все же матка очень красиво и прям радует хоть и не такие мелкие рабочие я бы не сказал может не будут намного больше но вот ребята увидим и так ребята размер колоний три тысячи пять тысяч тире пять тысяч ну понятно да у них колон достаточно большая может быть количество королев моногиния аллогиния если честно я не понимаю что такое аллогиния но зато понимаю что такое моногиния это когда у матки ну две матки представьте у них коконы рождаются рабочие много-много потом рабочие выбирают себе королеву они убивают одну королеву и оставили ой вторую королеву убивают и оставлять себе первую самую сильную королеву примерно так пита обеззимовка обязательно ну да пишется на сайте тушана обязательно я кстати тоже уже считаю я много про них инфу знаю я вот например сейчас размеры вам посчитал без сайта и так ребят тип муравейника подземные без наружных построек под камнями ну это мы все уже знаем так что забью на это питание все я один а вот ребята питание я если честно не запятаясь я не сахарным медовым сиропом рылся в сайте ничего такого подобного не нашел но знаю то что этим муравьям надо много белка ну кто скажется так и у них и конечно же всем муравьям нужен белок но ребята по моему этот вид по моему очень любит белок не знаю я кину муху я думаю она покушает хорошенько и так влажность обычная 94 процента кто-то благолюбивый муравьи кстати температура обычная 28 тире 29 градусов понятно для содержания краски сложность содержания легко но вот тут я полностью согласен ребята хочу вас повторить не кабаренцы не для новичков это все фейк я еле-еле поднимал колонию сейчас у нее еще рабочий погиб сейчас еле-еле это матка не знаю просто личинки пытается вырастить и так подвижность быстрая но это все понятно что формики они всегда быстрые но есть по моему даже медленные данный вид муравьев рактингис ну всем понятно думаю это думаю никому не важно какой им формикарий давайте допустим да сколько наша матка например миллиметров 11 миллиметров получается у нее грозе где-то точно ну лучше всего знаете формикарий купить на 3 или на но в общем тенге должны быть такие высокие 3 миллиметра для 5 миллиметра а ширина должна быть ну максимум не знаю ну максимум 2 миллиметра на дне 4 миллиметра это для матки будет прекрасно вот ребят так что формикарий кстати тоже быть гипс 7 практически новички ошибаются в этом вопросе поэтому ребята обязательно при покупке муравьев выбирать каком вам сайты выбирать и вообще рекомендую вам муравей дом точка ру но имею ввиду купить формикарий своим рифи барби и так далее да краснощеки муравей это конечно какой-то непонятно очень прикольно такое имя но в общем когда пояс рабочий я все попытаюсь вам рассказать какую красивую но по сути вот например у на мне на даче есть у них муравейник они такие красивые кстати тоже такие яркие ну вот это мы увидим что они будет из кокна кстати кокон но у них коконы просто очень их много прям миллиарды их насыпаны я представляю что-то она как-то прям быстро развивается наверное я думал то что они облаготворены я волновался с этой сеть с этим вопросом но вот как оказалось облаготворены очень повезло если честно будет ребята ну ладно всем пока вы были на канале муравьи на канал но также я сегодня хочу кое-что рассказать кто-то думает что же мне произошло с тетрамориума а с тетрамориума они погибли да вот и у меня убраться погибли все рабочие съели ее ну точнее вот этим черным который я подкинул а что тетрами их просто затопила вода я просто был в шоке на этот раз я делаю более нормальные кубаторы то что не вот эта проблема практически всегда происходит ладно всем пока вы были на канале муравьи на канал всем пока кстати не забываем про лед у них лед начинается либо с 3 июля до ну где-то здесь где-то ну до середины августа ладно всем пока были на канале муравьи на кстати кстати как у ладиса всем пока